И на продолжение темы усыновления поговорим прямо под час эфиру с нашим гостем. Сегодня это психолог, руководитель общественной организации «Мартин Клуб» Виктория Федотова. Добрый вечер, наши гости. Здравствуйте. Мы только посмотрели сюжет, проблемы есть. Проблема основная, насколько я понимаю, в том, что не все дети, которые могут быть усыновлены, имеют статус сироты, и вот в этом такая документальная загвоздка. Действительно ли это проблема на столько масштаба? Да, к сожалению, это очень большая проблема и фактических сирот, которые являются и юридически сиротами, и у них умерли родители, их примерно треть от всей массы детей, которые на данный момент содержатся в интернатной системе. Это правда. И правда то, что усыновители могут достаточно сложно проходить этот путь, когда они хотят взять ребенка в семью, потому что они видят ребенка перед собой, и у ребенка фактически он лишен родительской опеки, но юридически его родители сохраняются за ним, и поэтому ребенок этот не может попасть как можно быстрее в семью. Я понимаю, что, может быть, не совсем по адресу вопрос, а почему так происходит? Ну вот есть же у вас уже опыт в этой теме, ведь наше государство стремится и призывает к тому, чтобы детей определяли в семье, забирали, усыновляли, и получается, что государство же и не способствует этому в процессе документальном. Ну да, это правда, но и правда, и то, что в 2004-2005 году наше государство сделало огромные шаги в отношении семейного устройства детей. И что до этого времени законы были о том, что приоритет эта семья, но они не очень правильно выполнялись, и, в общем-то, были и беспризорные дети, и было большое количество детей, которые не могли попасть в семьи, и не считалось правильным попадать в семьи. И я думаю, что этот наш путь реформирования интернатной системы, он вот так вот проходит сейчас. Проходит вот так сложно. Ну, сложно, ну, как бы, как сказать, сложно. Вот на данный момент есть новый закон про денситуализацию, и сейчас, я думаю, все пойдет гораздо быстрее, потому что государство сверху сказало, что интернатной системы не должно быть, что дети должны быть, если они лишились родителей, они должны быть приняты в семью, усыновлены, что это очень важно для ребенка. Вы видите, здесь же вот в сюжете у нас мама боролась за то, чтобы стать мамой, а не государство помогало ей, говорило, Натя, мы вас еще и наградим за то, что вы вот ребенку. Да, да, вот сейчас так и происходит. Люди снизу готовят почву, но когда сверху приходит законодательное еще это, то тогда совпадают интересы и снизу, и сверху, и это происходит молниеносные сдвиги. Вот сейчас так должно быть, потому что в пятом году мы это видели, когда старый семейный кодекс советский поменялся на новые законы, так называемые законы Фельдмана, которые тогда были приняты. И мы как организация, мы работали вот тоже снизу, и это было очень сложно. А когда пришли эти новые законы, и когда механизмы были прописаны, намного быстрее все пошло с семейным устройством детей. Ну, надеемся, надеемся, что будет, да, и этот процесс пройдет гораздо быстрее. Ну, это уже необратимые процессы, мы в любом случае будем частью мира, и в любом случае мы будем цивилизованной частью мира в отношении детей. А есть какая-то международная практика, опыт каких-либо стран, где это проходит очень хорошо, безболезненно, удачно и без бюрократических каких-то сложностей? Ну, знаете, я думаю, что бюрократия есть в любой стране. Вот начнем с этого. Не только в Украине это все сложно, но и во всех остальных странах это тоже сложно. Не бывает просто усыновить ребенка. Почему? Потому что это живой человек. И все бюрократические, то, что нам кажется бюрократией, иногда это защита ребенка. И, как правило, это защита ребенка. Есть страны, ну, более развитые, скажем так, экономически, вот такая вот центральная Европа, в которой давно уже реформированы интернаты, давно уже семейное устройство является важным устройством. Фостер в Америке, вот, да, это очень такая тема развитая, да. Но я бы, может быть, остановилась бы на странах, которые более похожи на наши. Например, недавно прошла день ситуализации в Румынии. Вот, и в Румынии, ну, понятно, что помогали из Европы. Фонд «Люмос», например, есть такой фонд, фонд «Джан Роллинг», называется «Люмос». Это которая писательница? Да, это которая писательница, которая написала Гарри Поттера. И, в общем-то, Гарри Поттер был сиротой, да, если вы помните. Он был усыновленным ребенком. И вот этот фонд, он очень здорово помогает. И его миссия является до 30-го года, чтобы не было ни одного интерната в Европе. Но поскольку мы Европа, я очень хочу и надеюсь, что в 30-м году мы действительно реформируем все. Не скажу, закроем, потому что нельзя просто закрыть дома для детей. Можно их перестроить и можно оказывать услуги семье, чтобы ребенок не попадал в интернат. Можно развивать усыновление. Очень много разных путей. И да, Европа прошла этот путь уже. И сейчас наша очередь избавиться от этого вот явления, когда ребенок является сиротой при живых родителях. Или когда ребенок является сиротой, но воспитывается в учреждении в неестественных для себя условиях. А как вы считаете, много ли условий наше государство ставит для тех родителей, которые хотят стать семьей для ребенка? Я имею в виду, там должны соблюдаться, ну, не только там жилые условия, жилищные условия и там место работы должно быть. Там ведь еще много всяких. Знаете, чтобы сейчас меня телезрители наши не заругали, я скажу, что я сама проходила этот путь. Моей девочке, которая была у меня приемной, она уже взрослая, ей 24 года сегодня. И я не скажу, что там есть хотя бы что-нибудь лишнее из того, что просит государство. Все правильно. Путь возможно пройти за один месяц, если, конечно, нет людского фактора на местах, если государственные структуры не делают никаких препятствий для того, чтобы именно эта семья усыновила именно этого ребенка. Но главная задержка в том, о чем мы говорили чуть ранее, чуть выше, что у ребенка может не быть статуса. Я хочу этого ребенка усыновить, ребенок хочет, чтобы я была его мамой. Но юридически это технически невозможно. Технически невозможно. Давайте представим, что все хорошо, технически все получается. Возникают ведь другие проблемы, когда ребенок попадает в семью. Другие проблемы психологические. Может быть, может так оказаться, что родители не готовы. Или один из родителей. Опять же, к этому нельзя быть готовым. Нельзя быть готовым. Нельзя. Как бы ты ни готовился, как бы ты ни хотел, и даже когда у тебя уже десятый усыновленный ребенок, ты не можешь быть готов к тому, что ты взял именно этого ребенка. И он вот такой. И с его проблемами. У него не может быть проблем только потому, что он человек, ребенок. У него не может быть проблем, потому что он воспитывался в учреждении. Особенно если ребенок от рождения находится в учреждении, то путь адаптации гораздо сложнее. И нужно сыновителю к этому быть готовыми. Не бывает гладко. Если гладко, то я считаю, как специалист, я считаю, что просто люди чего-то не знают, что скрывают проблемы. Потому что гладко вообще не бывает. Путь адаптации сложный. Не меньше, чем два года ребенок выживается. Потому что, например, он пять лет прожил в таких условиях, которые не были подходящие для человека. Потому что в учреждениях никому не нравится жить. Если даже вы будете жить на работе или я там буду жить на работе, это будет неприятно. Вот видите, мама героиня в нашем сюжете говорит, что ее наоборот предупреждали о том, что ребенок там боится, у него страхи есть. А на деле оказалось все не так страшно, как ее предупреждали. У нее подруги, которая взяла ребенка четырех лет, и он весил в тот момент девять килограмм, не говорил ни одного слова, и у него было восемь диагнозов в карте медицинской. Если бы она эту карту раньше увидела, чем взяла ребенка, может быть, она даже бы сделала бы ход назад какой-то, может быть, и подумала, потому что очень страшный диагноз. Но за год остался только один. Когда ребенок попадает в семью, он расцветает там. Это что, это психология или что это такое? Это психология, физиология, я бы думала. Ну, то есть это психологическое развитие влияет на… Жить для ребенка нормально в семье. И когда он просто живет в нормальной семье, в которой есть четкие, понятные роли, хорошие отношения в семье, то у него нет выбора, он встроится туда. Особенно, если это маленький ребенок. С подростками другой подход, конечно, да, там другие вещи важны. А к чему нужно быть готовым? Вы сказали, нельзя быть готовым или нужно быть готовым родителям? А как, во-первых, как к этому готовиться и к чему в первую очередь готовиться? Готовиться к тому, что это не будет просто в первую очередь. Ну, хорошо, я знаю, что это не будет просто. Подстелиться ломку в тех местах, где ты упадешь, в первую очередь эмоциональная сфера ребенка. Когда ты думаешь, когда ты взял вот его, он у тебя два месяца живет, и у вас все хорошо, и такой медовый месяц, да? Два или три месяца. И мамой уже называют. И он тебя называет мамой с первой секунды, когда он тебя увидел. Это каждый ребенок куча... Они даже нянечек мама называют. Нянечка одна, детей много, и все говорят ей мама в детских домах. Но когда ты взял ребенка, и все гладко-гладко, а потом вдруг он начинает истерить. Истерить так, что ты не знаешь, ну, никогда такого не видел, никогда не сталкивался с этим. А нужно понимать, что это нормально. Просто нужно вот эти вот фазы адаптации, их надо изучать, и не скрывать проблемы. И если есть проблемы, с которыми ты не справляешься, они обязательно есть у всех, даже у спец-спец-спецов, у профи-профи в восстановлении. Они у всех есть. Тут нужно обращаться, и нужно не замазывать эти проблемы, не закрывать их, и ни в коем случае не консервировать, чтобы они годы тебя мучили потом. Вы же психолог, вы знаете, вы изучали это, а люди ведь не все психологи, да, с другими профессиями могут быть приемные родители. Вы знаете, то, что бояться люди, это обусловлено. Им однозначно нужно идти к специалистам. Если этот не подошел, и вы видите, что он вам не подходит, нужно отказываться искать другого. Но ни в коем случае не оставляют. Ну, конечно, мы же можем выбирать себе врача, если наш врач нам не подходит. А ребенку ведь больно от этого? Нет, ребенку, психолога не больно. Ребенку больно от близких людей. А чтобы стать близким человеком, усыновителем для ребенка, должно пройти время, и нужно много труда. Поэтому бояться сделать ребенку больно тем, что мы будем водить его к врачу или к терапевту, неправильно это делать. Но в первую очередь, наверное, нужно самому себе сказать, мне нужен терапевт в этот момент. А бывают такие случаи, когда эта проблема так и не решается? Я имею в виду взаимоотношения, вот не прекращаются истерики или не подошли друг к другу. Ведь и муж, и жена иногда не подходят друг к другу, да, в результате. А вот если мне мой ребенок не подошел, что я делаю? Я не знаю. Я же не отложу его в интернет. Нет, такого не бывает, что не подошли. Не бывает, да? Это вопрос работы над собой, вопрос работы над взаимоотношениями. И понятно, что если, знаете, бывает очень сложно, если мы ожидаем от ребенка одного, а ребенок другой. Это бывает, как правило, всегда, но вопрос, насколько мы готовы меняться для того, чтобы с ребенком находить пути взаимоотношений. Но бывают и случаи, когда ребенок болен, а мы не знали заранее о том, что ребенок болен, и не были к этому готовы. И вот некоторые люди понимают, что ребенок болен, и идут все равно дальше в усыновлении, а некоторые сдаются, и это тоже не проблема, что они сдаются. Потому что, ну, честно говоря, я как верующий человек думаю, что на каждого ребенка обязательно где-то там найдется мама. Ее там найдут. Она находится или ребенок ее находит? Как это происходит? Ну, не знаю, не знаю, как наши дети нас находят, которых мы рожаем. Это очень похожие механизмы, когда ты родишь ребенка, а ты же его не выбираешь. И этого ребенка выбирать странно. Ну, а как вы приходите, видите, вот это мой, моя? Не знаю, почему я, например, взяла свою девочку, да, потому что я понимала, что в ее 12 лет с ее кучей проблем и диагнозов просто никто не возьмет. Ну, и многие люди в нашей организации хотели взять ребенка, и я понимала, что я должна, наверное, сделать это первое. Вот. Ну, как бы вот такой осознанный, с одной стороны, путь, и с другой стороны, все равно я не ждала, что будет вот так, вот как было. Долго адаптация у вас происходила? Она так и не произошла. Не произошла? Ну, так и не произошла. Мне пришлось, что мне пришлось делать, но я не могу говорить о других, да, но этот бы совет, может быть, я даже бы и давала, если бы меня спрашивали. Нужно снижать планку своих ожиданий от ребенка. Нужно понимать, что он жил жизнью до нас, что у него есть семья, что у него есть взаимоотношения, и он с ними уже пришел к тебе в дом. И что эти взаимоотношения, хочешь ты или нет, они будут втянуты в твой дом. И тебе придется с этим делать дело. И вам нужно быть готовы это решать. Готовыми принимать, понимать, и в какой-то момент могут позвонить родственники, бабушки, дедушки, которые, может быть, далеко не… Не очень хороши. Вы не собирались становиться им друзьями, скажем так, и это люди не вашего круга, но, тем не менее, нужно понимать, что это семья ребенка, который теперь твой. Есть еще вопрос о адаптации с другими детьми родными, которые в семье, так тоже ведь бывает, да? Есть родной ребенок, а есть ребенок приемный, и они тоже не всегда находят общение. Ну и, как правило, ребенка-то биологического, не буду говорить родного, потому что родным даже кошка становится. Да, да, я понимаю, правильно. А ребенок так тем более. Но когда твой биологический ребенок… Ты выбираешь, а ребенок нет. Да. Ты говоришь, Петя, Маша, вот мы хотим с папой усыновить, ты не против? Братик тебе. Он говорит, нет, я не против, конечно, я готова поделиться или там готова поделиться своей мамочкой, этого ребенка жалко. Но когда тот ребенок приходит в семью, однозначно происходит притирка, и однозначно происходят вещи, которые влияют и на биологических детей тоже. Тоже с такими детьми нужно работать? С биологическими детьми? Однозначно. Со всей семьей, прежде всего с родителями. Дети здесь меньше… Если конфликты, то дети меньше всего виноваты, потому что дети живут, как они живут, открыто. Взрослым нужно меняться, подстраиваться, им проще это делать. Есть еще очень важная тема, кроме того, что нужно работать родителям и с родителями детей, которые хотят усыновить ребенка, а есть еще родители, которые хотят отдать ребенка. Это тоже проблема у нас. Мне приходилось работать экспертом при разусыновлении, да, вот будем говорить, такое слово, оно не очень… Ну, тяжелое. Ну, оно, с одной стороны, тяжелое, с другой стороны, его не очень употребляют в законном поле, скажем так. Ну, вот когда отдают ребенка, да, ну, масса проблем. Это тяжкий труд, вообще-то, воспитывать детей, любых детей. У вас много случаев, когда биологические родители хотят отдать своего ребенка? Когда биологические, это есть тема моей работы на данный момент. Биологические родители, как правило, не хотят отдавать ребенка, но есть обстоятельства, которые влияют на семью в этот момент. Их очень много, и они крайне тяжелые. Забирают, когда ребенка, да. И когда забирают ребенка, и когда мама сама говорит, я не справлюсь, я не вырулю. Ну, и в этом случае мы узнаем, а хочешь вырулить, если хочешь, мы будем помогать. А вот какая статистика, вот из 100 случаев, сколько выруливаете? 80-85. 80-85, ну, это хорошая статистика, да? И не так много, кстати, случаев алкоголизации и наркомании, как вот я, например, думала раньше, когда мы не ввели статистику. Я думала, что бросают детей алкоголички и наркоманки. Нет, неправда. Нет, неправда. Есть сопутствующие проблемы, и иногда с мамой, которая употребляет алкоголь, с ней тоже иногда можно оставаться. И это тоже не вариант, чтобы поставить крест на этой женщине. Это для всех боль, когда семья распадается. Ну, и вот в завершении, в Новый год приближается, всегда, да, перед Новым годом помогают деткам, собирают. Я думаю, что ваша организация тоже с подарками, я имею в виду, да? Вы знаете, мы не делаем подарков в интернаты сознательно уже несколько, ну, наверное, с десяток лет уже. Мы не пополняем интернатную систему ресурсами. Мы хотим, чтобы там не было детей, и мы не хотим, чтобы у страны, у налогоплательщика отбирались деньги на интернаты. Ребенок не может получить подарок и быть счастливым. И быть счастливым. Он может быть счастливым только, когда у него есть мама и папа. Ну, вот согласно. Ну, не все могут стать мамой и папой, но ведь рядом живет семья, у которой ребенок с особыми потребностями. Рядом живет семья, у которых много детей. Рядом живет семья, которая очень бедная. Сделайте подарок этой семье. А на данный момент государство, я как налогоплательщик, мы с вами, да, мы тратим большие деньги на то, чтобы дети были в благополучии в интернате. Это где-то от 7 до 20 тысяч в месяц на одного ребенка. Это правда, это очень большие деньги. Я почему спрашиваю, потому что, ну, всегда вот в такое время, предновогоднее, вот приходят, нам люди говорят, мы хотим обратиться. И не советуем людям. А вы бы с чем обратились? Вот, чтобы помогли там семье с приемным ребенком или вот ваши? Чтобы помогли семье с приемным ребенком, чтобы подарок получил ребенок, который находится в тяжелом положении, но не в интернате. А вы знаете, ведь в интернаты очень много везут подарков. И ребенок получает 10 или 15 подарков. И это, ну, представьте, если он их съест. Это не та польза. Это не та польза, это вообще не польза. Это совсем не польза. И потом, когда приходит десяток волонтеров, которые тащат свои ящики, как это я тоже раньше делала. Для ребенка эта вот картинка все время мелькает перед глазами эти люди, это для него вредно. Согласна с вами. Спасибо за участие, но ваши контакты у нас есть. Если будут желающие вас найти и помочь через вас, да, тем людям, о которых вы сейчас говорили, вы у нас есть. Спасибо большое. Спасибо за визит к нам в студию. Виктория Федотова, керівник громадской организації «Мартин Клуб» была гостей в нашей студии.